Славянизм – слова, речевые обороты или другие языковые явления, заимствованные из любого славянского языка или через его посредство в другой язык. Распространение. Славянские языки, в том числе и самый известный из них русский язык, являются самыми распространенными в Европе как географически, так и по числу носителей. Поэтому неудивительно, что количество славянизмов в соседних с ними ареалах довольно велико. Из современных неславянских языков славянизмами на всех уровнях богат венгерский, сформированный на основе славянского субстрата бывшего Блатенского княжества, но особенно богатый славянизмами румынский, молдавский языки, где славянские влияния имеют суперстратный характер на всех языковых уровнях. Славянизма и церковнославянизма в лексике составляют до 20% лексики восточно-романских языков, хотя с конца ха-ви-а-я-я-я-вика наметилась тиндеция, пуризма и релатинизация последних до определенной степени. Традиционно много их в других языках народов Восточной Европы и Евразии. Немецкое заимствование, гренс и элт, граница, финское синий элт, синий, развитие палатализации в эстонском языке и языке сету, отмечаются они во многих тюркских языках Евразии внутри славянского ареала. Заимствование из одного славянского языка в другой отмечается и внутри славянских языков, например, средневековые полонизмы в литературном украинском и белорусском языках, а также современные русизмы в тех же языках, суржики и тросянки, чешские будители и болгарские лингвисты. Конца Ха-Ха-Века также обращались к русскому языку с целью реславянизировать свои возрождающиеся языки и очистить их от иноязычных заимствований. В языках народов Западной, Южной Европы и США славянизмы немногочисленны, но они встречаются. Робот, спутник, гласность, совхоз, бабушка. Среди них преобладают русизмы Ха-Ха-Века. Частные случаи – русизм, заимствование из русского языка, церковно-славянизм, слово или оборот речи, заимствованные из церковно-славянского языка, богемизм из чешского языка, полонизм из польского языка, украинизмы из украинского языка.